Если вы хотите заработать на новостях и биржевых сигналах, досмотрите это видео до конца. На этой неделе будет решение по процентной ставке в Канаде, в Европейском Центральном Банке, а также данные по безработице в США и другие новости, на которых я зарабатываю. А также я покажу свои разворотные точки сигнала прямо на графике. Итак, поехали. Главная новость, к которой точно стоит присмотреться, это данные по ВВП США. В четверг до 6 октября в 15.30 по Москве выйдет эта новость. Смотрите, предыдущее значение было 2,1%, а прогнозируется 4,1%, то есть рост. Как заработать на этой новости? Рост ВВП США это хорошая новость для доллара, а значит доллар будет расти. А самая популярная валюта, на которой мы торгуем доллар, это евро-доллар. Поскольку доллар это котируемая валюта в паре евро-доллара, то есть стоит на втором месте, это значит, что хорошие новости по доллару будут приводить к снижению пары евро-доллара. То есть если данные по росту ВВП окажутся лучше ожидаемых, это может привести к падению евро-доллара. Давайте посмотрим на графике, в какой момент это может произойти, и чтобы нам быть внимательным и побольше заработать. Если цена евро-доллара подойдет к линии сопротивления в момент выхода новости, то это значит, что мы с двойной уверенностью можем продать и заработать на снижении. Потому что и технический анализ будет говорить о том, что цена пойдет вниз, и фундаментальный анализ тоже будет говорить о том, что цена может пойти вниз. Поэтому отсюда можно будет продать и заработать на снижении. Если же цена подойдет, когда не будет новости, то тоже можно будет продать и заработать на снижении. Теперь давайте посмотрим другой сценарий, если цена евро-доллара пойдет вниз и подойдет к линии поддержки. Если в этот момент выхода новости не будет, то от нее можно будет купить и заработать на росте. Бирюзовым прямоугольником я показываю разворотную точку на покупку в данном случае Однако если в этот момент, когда цена подойдет к линии поддержки, выйдет новость о ВВП и она будет хорошей То получается, что технический анализ будет говорить о том, что будет рост евро-доллара А фундаментально о том, что будет снижение Поэтому в этот момент лучше не покупать, не продавать, а воздержаться от сделки Если же к моменту коррекции евро-доллара до линии поддержки новость уже выйдет или еще не выйдет То смело можете покупать и зарабатывать на росте Если какие-то термины кажутся вам немножко сложными, то обязательно проходите мой базовый курс для начинающих с нуля По ссылке в описании к этому видео есть ссылка на мой канал А на моем канале под любым видео пишите мне в Telegram И я расскажу о том, как получить курс бесплатно Теперь давайте посмотрим британский фунт Смотрите, цена подходит к линии сопротивления Думаю, прямо в понедельник она уже от нее отобьется Поэтому от нее можно будет продать и заработать на снижении А вот когда цена опустится вниз до линии поддержки, то от нее можно будет купить и заработать на росте Это в районе цены 1.20.95 Пару слов скажу про золото Золото мы разбирали на моем стриме по средам в 19.30 по Москве Чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой канал по ссылочке в описании Ставьте колокольчик Золото сейчас набирает обороты, растет Но прежде чем оно продолжит рост, оно может сделать коррекцию И вот если оно сделает коррекцию вниз, то смотрите Здесь есть зеркальная линия поддержки От нее можно будет купить и заработать на росте Также для любителей по скальпить дам еще один сигнальчик Смотрите, вот на уровне цены 1974 Это линия поддержки От нее можно будет купить и заработать на краткосрочном росте Какие еще новости есть на этой неделе, на которых можно заработать? Ну, во-первых, стоит обратить внимание на 25 октября Канадский доллар в 17.00 Будет решение по процентной ставке Предыдущее значение 5% Прогнозируемо еще не опубликовали Возможно будет рост Снижение вряд ли Я посмотрел предыдущую динамику Вообще цена Вообще ставка давно росла И последние пару месяцев она стоит на месте Скорее всего вообще не будет никакого изменения Однако чем меньше мы ожидаем, что изменений не будет Тем сильнее будет движение, если все-таки изменение состоится При повышении ставки курс канадского доллара скорее всего вырастет А при снижении скорее всего упадет Но обратите внимание, что в паре доллар-канадский доллар Канадский доллар является котируемой валютой То есть стоит на втором месте А значит хорошие новости по канадскому доллару Могут привести к снижению пары Доллар-канадский доллар И технический анализ, который мы сейчас смотрим Может нам помочь лучше войти в сделку Так же примерно как по евро-доллару Смотрите, если цена подойдет к линии сопротивления Отсюда можно будет продать и заработать на снижении Если в этот момент выйдут хорошие новости по канадскому доллару Это усилит движение вниз и возможность заработать на снижении Другой вариант развития событий Цена может пойти вниз и здесь у нас есть линия поддержки Если новостей не будет никаких Если вы будете торговать в другой день, когда не будет новостей по канадскому доллару То от линии поддержки можно будет купить и заработать на росте Однако если в тот момент, когда цена подойдет к линии поддержки Выйдет как раз новость по канадскому доллару То я не рекомендую торговать Лучше здесь воздержаться от сделок Вот такие новости и сигналы на эту неделю Полный обзор смотрите на моем канале Я там разобрал еще несколько новостей и валютных пар По ссылке в описании можете перейти на мой канал Подписаться, чтобы не пропускать новости Кстати о новостях я предупреждаю всех на своем телеграм-канале Также переходите на мой канал Подписывайтесь на телеграм-канал За 30 минут до выхода новости Я стараюсь их предупреждать о важных новостях, на которых зарабатываю сам Желаю всем успешной торговой недели Торгуйте с удовольствием Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok